МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прекратить поставки газа для харьковских ТЭЦ, установив с сегодняшнего дня нулевые объемы потребления. Об этом говорится в поручении министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана. Ограничения вводятся для экономии газа. И напомним, что 16 июня 2014 года «Газпром» остановил поставки газа на автогаза Украины. Из-за неоплаты компании подали друг на друга в стокгольмский арбитраж. Вы, как эксперт, можете пояснить, что это означает для харьковских коммунальных предприятий? Значит ли, что мы останемся без горячей воды летом? Или вообще ситуация не настолько критическая? Как вы думаете? Ну, самое главное, я ничего не читал официальных документов. На этот счет пока что это какие-то устные заявления различных лиц. С другой стороны, если это подтвердится официальными документами, то большей глупости я не вижу. Это говорит об интеллектуальном уровне наших квазируководителей. Я сразу объясняю, почему. Дело в том, что если прекратится у нас горячее водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение, то, естественно, каждый житель начнет греть себе водичку на газовой или на электрической плите, в кастрюльке или в чайничке. Как понятно, КПД газовой комфорки или электрической комфорки в разы меньше, чем централизованное горячее водоснабжение. Поэтому вместо экономии, так называемой, газа, получится его перерасход. Поэтому вот этим вот всем деятелям, которые у нас находятся в квазиминистерствах и носят название квазиминистров, вот я бы посоветовал или порекомендовал обратиться к специалистам и считать, стоит ли это делать или не стоит. То есть вы считаете, что к экономии это не приведет... Это приведет не то, что к экономии, это приведет к огромному перерасходу газа, к огромнейшему. Газа бытового, который поступает к потребителям. Да, который обычно поступает в наши жилые дома. Плюс ко всему, люди, у которых есть проточные нагревательные приборы, я имею в виду колонки газовые, если говорить, так сказать, бытовым языком, они начнут их использовать и для других целей. Поэтому вместо экономии получится огромный перерасход газа. Приборов учета счетчиков газовых населения практически не имеют, кроме частного сектора, я имею в виду многоэтажные дома, многоквартирные дома. Поэтому это все приведет к перерасходу газа. Мы уже проходили подобное новшество, только это было касалось электрической энергии. Помните, знаменитые веерные отключения. Так вот, это конец 90-х годов. Так вот, что оказалось, что когда все население якобы на нем экономили, в связи с различными непосредственными понятными какими причинами, оказывается, эту электрическую энергию по демпинговым ценам гнали за рубеж. И вышел специальный тогда приказ тогдашнего Минэнерго о том, чтобы не продавать тогда электрическую энергию ниже, чем 2 цента за 1 кВт-час. То есть они сами себя высекли. Нечто подобное происходит и сейчас. Никакой экономии не будет. Ну а если все-таки газа мало, может быть, это какая-то сиюминутная возможность и потребность, а потом урегулируют вопросы, и газ появится и будет нормально? Ну если сейчас все дружно включат газовые конфорки, ну о чем можно говорить? То есть это уже будет сейчас перерасход? Естественно, это начнется мгновенно практически. Вот у меня сегодня, ну у вас, у меня вот сейчас отключат горячую воду, я что сделаю? И вы, и я. Мы поставим на плиту то же самое ведро, ту же самую кастрюльку и начнем воду себе гореть на обычной газовой плите. Ну вот пресс-секретарь Харьковских теплосетей Татьяна Чуйкова сегодня сказала, что горячую воду продолжают подавать в дома харьковчан за счет ресурсов Харьковских теплосетей. Хотя вот мы уже принимаем звонки, что в некоторых домах вода начинает горячее пропадать. Каковы эти ресурсы, как вы считаете, что это за ресурсы, за счет чего харьковские тепловые сети при отключенном газе могут подавать горячую воду или не могут? Я могу только высказать свою гипотезу. Много лет назад КПХТС получила лицензию на реализацию природного газа по нерегулируемому тарифу. Поэтому, очевидно, вот это и является их так называемым внутренним резервом. Когда у них иссякнет этот источник, естественно, прекратится и горячее водоснабжение, потому что греть будет нечем. Но я же еще раз подчеркиваю, это величайшая из глупостей, которые могли сотворить центральные органы, исполнительная власть. Ну, так называемые наши руководители, которые пытаются нами управлять. Но все-таки, если есть какие-то ресурсы или резервы, насколько их может хватить, как вы думаете? А это уже, ну, это же хозяйственная деятельность КПХТС, это нужно уже вникать. Ну, вот раньше часть котельных работала там на мазуте, на угле. Мазут – это аварийное топливо. Поэтому говорить о переходе сплошь и рядом на мазут нельзя. Выгоднее всего все-таки газ, да? Да. Выгоднее газ. Даже при больших тарифах. В технических условиях, которые существуют в настоящее время, так, все котельные установки у нас приспособлены под газ. Вся вот та болтовня бывшего министра энергетики и нынешнего тоже, а именно эта болтовня у перехода там на какие-то смеси, угольно-водяные, там еще это все. На электроэнергию. Это полная чушь, потому что это нужно полностью переоборудовать котельную установку. Это нужно менять форсунки, это нужно менять режим, это нужно проводить серьезные работы. И это за неделю там или за месяц это не делается. Я скажу больше, что когда только начинались известные события в Киеве, а это конец ноября, начало декабря прошлого года, так, ряд западных компаний, которые занимаются энергосберегающими и ресурсосберегающими технологиями, зашли с предложениями в тогдашний кабинет министров с тем, чтобы теплокоммунэнерго внедрять в свои вот эти энергосберегающие и ресурсосбегающие технологии. Естественно, что тому кабинету министров было не до этого. Но они ставили свои предложения и этому же кабинету министров. И Яценюк как-то оговорился случайно совершенно, что он знаком с этими предложениями. Так вот, если бы даже наше замечательное правительство в январе месяце приняло бы предложение этих западных компаний, то к новому отопительному сезону, то есть к 15 октября 2014 года, Украина смогла бы, Украина в целом, могла бы сэкономить уже 20-25% газа. Окупаемость этих проектов порядка 1-1,5 лет. То есть это мгновенная окупаемость, почти как в торговле. И к 15, к середине 15, к концу 15 года, так, экономия могла бы достигнуть еще больших процентов. Но никто этим не заинтересовался. Отсюда у меня возникает вывод следующий, что никто в этом не заинтересован. Ну вот смотрите, Кабмин предлагает ввести льготные тарифы при переходе с газовых отопительных котлов на электрические. И вот котельным, которые так перейдут, хотят повысить уровень заработка таким образом. Может ли это подействовать или нет, как вы считаете? Для того, чтобы перейти на... Вот я могу цифры назвать. Сейчас тариф 1 гривна 19 копеек. Нет, 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 нет. Стоп. Если будет электро-капел, то 30 копеек. Дело не в тарифе. Дело в капитальных затратах. Это нужно сейчас одномоментно все котельные перевести с газового топлива, с газовым на электрические. Это огромные капитальные затраты. Огромные капитальные затраты. Практически это сделать невозможно. Предприятие теплокоммунэнерго к такому не готово, вы считаете? Нет, конечно. Нет, конечно. Они к этому не готовы. Ну а в будущем? В будущем, да. Естественно. То есть в какой-то период необходим для того, чтобы это все перестроить, да? Не перестроить, а заново сделать. Потому что обычный газовый котел, он под электричество не годится. Но рентабельность, вот увеличенная с 5 до 25 процентов, как вы считаете, их привлечет для того, чтобы этим заняться? Рентабельность деятельности предприятий теплокоммунэнерго? Я не знаю. Это надо смотреть полностью технико-экономическое обоснование этого проекта. Это наши-то предложили? Да, им придется сейчас потратить какие-то деньги, да? А кто эти деньги даст? И кто их будет тратить? Кто-то будет делать за свой счет? Вот я же говорю. Но потом они будут получать выгоду за счет того, что меньше для них будет стоить эта электроэнергия. Еще раз. Если не было никакой реакции на предложение западных компаний, то очевидно не будет никакой реакции и на это предложение. Судя. Ну, если развивать дальше логику, а разговаривать мы умеем очень много и очень попросту. И это хорошо видно. И по кабинету министров, и по нашим городским властям. То есть, как вы считаете, будет развиваться ситуация? Вот правительство в лице премьер-министра Арсения Ясунюка сделало такое предложение, от которого вроде бы нельзя отказаться. Предложение в чем? Предложение к этим теплокоммунэнерго перестроить котлы на электричество. И при этом получать электричество по льготным тарифам, повысить свою рентабельность с 5 до 25 процентов. И при этом отключается газ, то есть приходится, получается, переходить на какой-то другой вид топлива, что-то модернизировать. Нам-то, в принципе, в конечном результате это нужно или нет? В первую очередь, я бы этому премьер-министру задал вопрос, а кто мне будет финансировать переоборудование моих котельных? И пусть он назовет источник финансирования и сроки, и силы, кстати, еще. Потому что обычного необразованного человека туда не пошлешь, это же должны быть специалисты. Вот и представьте, сколько у нас по городу котельных, причем крупных достаточно. Но под лежащий камень вода не течет. Конечно же, сами предприятия должны что-то делать в этом направлении. Удивительно, что они до сих пор этого не делали. О чем мы говорили в наших ранних передачах, я все время говорил, что нужно зацикливаться не на цене, а на газ, а о внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий. Если бы этим занялись 5, 6, 10 лет назад, то бы мы сейчас этой проблемы не знали. И опять же, я возвращаюсь к предложению вот этих очень серьезных западных компаний. Почему их предложения остались без ответа, без внимания практически? Почему? Значит, это кому-то выгодно? А дальше вот, когда мы с вами дальше начнем рассматривать, то я скажу, кому это выгодно, потому что это в первую очередь обворовывается население. Ну так скажите прямо сейчас. А я это и говорю, обвору, но я должен обосновать, это же нужно не голословно это сказать, а отказывают потому, что выгодно определенным кругам, которые обворовывают население, обворовывают потребителей. За счет разницы стоимости газа, энергозатрата или чего? Нет, 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 нет. Все гораздо проще и на поверхности. За счет, допустим, тех же самых тарифов, которые, как мы знаем, повысились с 1 июня. Вот, с 1 июня. Национальная комиссия, что здесь на державном регуливании в сфере коммунальных послуг, своими постановлениями узаконила повышение тарифов. Но сделано это незаконно. Фактически получается следующее, что каждое предприятие теплокоммунэнерго должно иметь лицензию на три вида деятельности. Это на выработку тепловой энергии, на ее транспортировку, на ее снабжение, на снабжение ею и еще на услуги. Ну, услуги под вопросом. То есть, получается, у нас четыре составляющие. Или три. Ну, вот смотрите, ссылаются на постановление национальной комиссии, которая производит государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, нацкомпослуг, да? Да, да. Вот там установлены тарифы, и дальше коммунальные предприятия... Они не установлены, они утверждены. Утверждены, да. Потому что считают тарифы местные, то есть сами предприятия. Затем эти расчеты должны проверяться на местном уровне. После этого этот расчет должен посылаться в нацкомпослуг, и там они должны рассматриваться и либо утверждаться, либо не утверждаться. Но здесь есть определенная процедура, которая должна быть соблюдена. Ну, в частности, лицензии, о которых я сказал. Так вот, допустим, говорить, если о КПХТС, то КПХТС, но я уверен, что и все предприятия теплокоммунэнерго, они нарушают лицензионные условия. В первую очередь, они не заключают договоры с потребителями. Они не ведут деятельность, которая приводит к тому, что они должны снижать себестоимость своей услуги, своего продукта. И ряд других. Вот я специально сюда это принес. Раз они нарушают лицензионные условия, а их три должно быть, значит, уже под сомнением их расчет. Ну, это вы так думаете, что нарушают. Но пока же никто из проверяющих органов их в этом не обвинил? А проверяющих органов не было-то. Сейчас мы подойдем и к проверяющим, и контролирующим органам. Так, далее. Есть знаменитое постановление 869, которое называется порядок расчета тарифов. Тари порядок формования тарифов на тепловую энергию, ее выработки, транспортование, это постачание. Послуги централизованного опалывания, постачание горячей воды. Теплокоммунэнерго не выполняет и условия этого постановления 869. Потому что они, ну, если разрешите, прямая цитата, чтобы я не по памяти это делал. Вот я читаю пункт 13. Речный план нелецензованной деятельности из виробництва транспортования и постачания тепловой энергии складается на подставе фактичных за последние 5 лет и прогнозованих обсяков виробництва и споживания тепловой энергии с урахованием уклоненных из споживачами договоров и других технико-экономических факторов. Договоров нет. Дальше. Сдействование заходов щодо зменшения обсягу витрат на технологичные потребы и втрат тепловой энергии в процессе ее виробництва, транспортования и постачания. Нет. Удосконаливание технологичных процессов виробництва, транспортования и постачания тепловой энергии в результате автоматизации, механизации, подвищения рівня организации виробництва и так далее и тому подобное. Ничего этого предприятия теплокоммунэнерго не делают. Дальше идет речь об экономически обоснованных расчетах. Что значит экономически обоснованных? У вас чайник, в котором вы греете воду, затем заливаете ее в дырявую трубу и транспортируете так называемую тепловую энергию потребителя. А у меня современнейший котел с КПД 98. У вас те экономически обоснованные затраты? Да. У всех экономически обоснованных? И у меня экономически обоснованных. У одних модернизированных, у других нет. Но мы, нас нельзя сопоставлять. Поэтому к термину экономически обоснованных нужно обязательно проводить границу, установить лимит. Что значит техника экономическая? Это значит, что котлы должны быть с КПД, допустим, не ниже 98%. О том, что потери в тепловых сетях не должны превышать 5%, не так, как они у нас 20%. Это официально. Они официально еще выше. И так далее. Но вы же сами спрашивали, а за чей счет это все модернизировать? Видимо, понимая, что не все могут одномоментно это все сделать, предприятия, им и не делают такие ограничения. А нормы, о которых я все время говорил, нормы у нас завышены на теплоснабжение в 5 раз, а на горячее водоснабжение в 4 раз. Куда делались эти деньги? Кто их контролирует? В нашем законодательстве совершенно... То есть вы считаете, что денег там все-таки хватило бы, если бы... В нашем законодательстве совершенно четко написано, как функционируют коммунальные предприятия. В первую очередь их контролируют органы местного самоуправления. Это статья 30-го закона о местном самоуправлении. Контролируют наши чиновники? Нет, не контролируют. Они получают только откаты. Далее. В законе жилищно-коммунальных услугах и в других законодательных актах сказано, что общественность контролирует. Контролируют их общественность? Они позволяют общественности контролировать? Но вот вы представитель общественности, Харьковская правозащитная группа. Вам удается контролировать? Нет, не удается. Потому что мне приходят постоянно... И не только мне, и другим общественным организациям постоянно приходят ответы, что это хозяйственная деятельность, и мы не имеем права туда вникать. Хотя это противоречит и законодательству, и Конституции нашей украинской. Дело дошло до того, что я уже сейчас полгода не могу получить ответ от нашей областной администрации, почему в городе Харькове не действует ряд законов, в том числе Конституции Украины. Вот я задал такой вопрос. Почему я перечислил? Почему не выполняется? Ответа нет. Вы ответ какой-то официально направили или как? Есть у нас такая горячая линия, правительственная линия. Она сейчас в связи с этими событиями в Крыму и в Донбассе. Она функционирует круглосуточно и каждый день. Ее номер 08800507309. Она очень удобная. Горячая линия, вы же понимаете, это телефонный звонок. Для того, чтобы получить официальный ответ, нужно подать официальный запрос. Секундочку. Вы ошибаетесь. Дело в том, что по положению, это горячая линия, она возникла уже полтора года назад. На телефонный звонок должен быть официальный ответ на официальном блатке за подписью официального лица. И когда я это увидел, я этим начал пользоваться. Но это не работает. Работает. Я получил кучу... В случае с коммунальными предприятиями, я имею в виду. Я получил нужные мне ответы. Вы же понимаете, что для того, чтобы получить нужный ответ, нужный ответ, я должен задать соответствующий вопрос. А если я буду задавать дурацкие вопросы, я буду получать дурацкие ответы. Так вот, я задавал нужные мне вопросы... А получали дурацкие ответы? Нет, нет. И получал нужные мне ответы от харьковских городских властей. Когда я набрал определенный объем этих ответов, я тогда перешел уже к вопросам к Харьковской областной администрации. Сначала к Допкинской, но она потом благополучно сдохла. А теперь к этой. Ну, та молчит, понятно, почему молчит, потому что ее уже нет. А вот эти почему молчат, я не знаю. Вот буду добиваться. Эти, может быть, сейчас заняты военными действиями. Вы знаете, это, скорее всего, только отговорки. Потому что все вот эти вот штуки, они придуманы, чтобы отвлечь людей от того, что их должно на самом деле беспокоить. Но президент Петр Порошенко четко сказал, что военные действия не должны быть оправданием для отсутствия реформ. То есть реформы должны все равно проводиться вот кем-то. Как вы считаете, что нужно реформировать в нашем коммунальном хозяйстве? Ничего. В коммунальном хозяйстве ничего не нужно реформировать. Потому что в нашей стране слово реформа, это звучит как воровство. А в коммунальном хозяйстве нужно всего-навсего взять и четко выполнять те требования, которые предусматривает наше законодательство. В сфере жилищно-коммунального услуга. Вот взять весь пакет правовых и нормативно-правовых актов, которые регулируют взаимоотношения между объектами и субъектами, и физлицами, и четко начать их выполнять. И никакие реформы, я вас уверяю, не понадобятся. И сразу и деньги найдутся, и все остальное сразу станет все на свои места. Но если не делают этого, то как заставить это делать? Если не делают, опять же, по положению, допустим, об областных администрациях. Областные администрации должны надзирать за соблюдением законности органов местного управления на данной территории. Выполняется? Не выполняется. Прокуратура должна следить за выполнением законности. То есть, вот то, что я сказал по тарифам, должна была немедленно вмешаться Генеральная прокуратура. Почему Генеральная? Потому что Национальная национальная коммунслуг, председатель ее напрямую подчиняется президенту. Но может кто-то должен написать заявление в Генеральную прокуратуру? А кто контролирует вот эти вот вещи все? Прокуратура должна реагировать на подобные вещи. А на ней тоже не реагирует. Вот и получается, что кругом сплошная безответственность и бесконтрольность. А безответственность и бесконтрольность к чему идут? К безхозяйственности и воровству. И безнаказанности. Вот мы это и имеем. Сейчас по полной программе. А то, что людям пытаются, ну, допустим, в том же городе Харькове замылить глаза всякими там цветочками, фонтанами, плиткой и еще чем-то. Ну, вы меня извините. Если у человека течет годами или десятилетиями течет крыша, да, и текут трубы, то цветочками и фонтанами ничем не поможешь. А сейчас еще и исчезнет горячая вода. Ну, и куда, в фонтан пойдет мыться, да, ну, в летнее время, да, как в том анекдоте, да, где ты и ритмуешься, в ставке, а зимой, то сколько там той зимы. Так и здесь у нас будет. Зимой, может быть, еще хуже ситуация, если ничего не решат с газом и будет полностью отключено поступление газа из России. Мы своим-то газом, наверное, не справимся. Дело в том, что по своим запасам, так, Украина вполне может обеспечивать бытовые нужды своими запасами. Предприятия, да, становятся. Те, которые пользуются газом, ну, это металлургия, химия, что там еще у нас. А население, нет, никак не замерзнет. Поэтому здесь я же говорю, что... Еще раз, нужны специалисты, понимаете, а не болтуны. Пока что вот в телевизионном режиме, и не только в телевизионном, я наплюдаю только одну болтовню, сотрясение воздуха. Как словами, так и руками. И реальных каких-либо вещей никто не делает. Даже в тех же, ну, вы видите, в военных действиях. Ну, что это такое, когда армию одевают, обувают и снабжают население? А государство при этом делает вид, что оно участвует, якобы участвует. Ну, это, собственно, не мое дело. То же самое и в сфере ЖКХ. В случае с помощью армии мы еще можем помочь населению, я имею в виду, да, но в снабжении населения этого же коммунальными услугами тут уже вряд ли с подачей газа. Ну, с газом, да, конечно, самостоятельно этот вопрос население решить не сможет. Вот, хотя у нас народ очень, так сказать, находчивый, умелый. И каждый для себя что-нибудь да найдет, какие-нибудь источники. Ну, а, например, АГВ начнут устанавливать, да, или что? Да газа же нету. А, БТВ начнут пользоваться. Ну, если они начнут устанавливать вот эти, так называемые, индивидуалки, да, то, в принципе, мы можем прийти к тому, что случилось несколько лет назад в Западной Украине. Это вот в Ивано-Франковске, по-моему, или в... По-моему, в Ивано-Франковске. Когда там же в массовом порядке ставили индивидуалки, и получается, что подвалы и чердаки не отапливались, не отапливались, так? И у них произошла, была жестокая зима, и произошла разморозка этих сетей. То есть полопались трубы канализации холодного водоснабжения. Вот они остались в тепле, но без воды, без канализации. Если, опять же, возвращаться к тем же самым тарифам, да, ну, тоже на поверхности лежащее нарушение, то есть такое положение в постановлении Кабмина, что ежели не произведено утепление жилого многоквартирного дома, то плата за обогрев нежилых помещений не взимается. А у нас она взимается благополучно. Мало того, еще тепловые сети пристают с исковыми заявлениями, суд подают, да, к тем, кто установил индивидуальные средства обогрева, чтобы они оплачивали вот эти самые обогревы вместо общего пользования, как они их называют. Хотя четко в нашем законодательстве написано. Но они делают вид, что они этого не знают. А может, и не знают. Но это, опять же, незнание закона не освобождает от ответственности. Потому что если ты требуешь незаконного так, то получается, что ты приступаешь к закону. Да и вообще получить согласование на это очень проблематично. На установку этих индивидуальных систем. Сейчас это просто невозможно. Это нужно либо целым подъездом, либо целым домом. А люди успели проскочить до седьмого года. Или до седьмого, или до восьмого, сейчас я уже не помню. Когда вышел приказ, запрещающий отдельные квартиры. Ну, в принципе, это правильно. Я поддерживаю этот приказ, что действительно нельзя. Потому что, допустим, ко мне приходят люди на прием. Ну, в этот вторник была на приеме, потому что установили соседи индивидуальное отопление. А выхлопную трубу вывели ей под нос. Вот она вот этой пакостью и дышит. Вот она бегает и спрашивает, что же мне теперь делать. Тоже же не годится. Правильно? Ну, и подводя итог, экономия газа и других энергоресурсов. Удастся ли нам или не удастся? Повышение тарифов поможет улучшить качество услуг или не поможет? Как вы считаете? Нет. Дело в том, что вот нацкомиссия, так, ну, наши руководители, лице нацкомиссии, лице кабинета министров, с одной стороны, они говорят об экономии и об отключении, а с другой стороны, что получается, когда читаешь постановление вот этой нацком услуг, то оказывается следующее, что чем более бесхозяйственное предприятие, чем больше у него потери, чем ниже там коэффициент полезного действия котлов, тем выше им установили тариф. То есть, получается, заставляют население расплачиваться за бесхозяйственность, бесконтрольность и безобезнаказанность как директоров коммунальных этих предприятий, так и мэров. Я считаю, что в этих условиях, вот при вот этих всех делах, нужно самым срочным образом заводить уголовные дела, в первую очередь, на директоров коммунальных этих предприятий, их теплокоммунэнерго, на мэров и на руководителей департаментов, которые курируют эти. — Неполное служебное соответствие соответствующему премьер-министру, вице-премьер-министру, который Гройсману, да, и неполное служебное соответствие Яценюку, чтобы контролировал, в чем дело. Кроме всего прочего, то, что они сейчас пытаются, так называемые, ввести компенсации и субсидии, то об этом я уже тоже неоднократно говорил, это феодализация всей страны. То есть это введение крепостного права. — В общем, ничего хорошего в ближайшее время вы не видите. — Это еще будет хуже, чем путинская Россия. — Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в гостях был эксперт по вопросам ЖКХ Харьковской правозащитной группы Михаил Гаевский. Спасибо, до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...